Тема первого занятия – подвиг Владимира Даля ради русского языка. По задумке организаторов, лекторы сами определяют предмет дискуссии. Известный в городе исследователь Фёдор Колпаков, именно ему выпала честь запустить проект, решил поведать слушателям о великом русском учёном и лексикографе. Можно восхищаться трудами наших вселенских писателей, Фёдора Михайловича Достоевского, Чернышевского, Максима Горького и так далее и тому подобное, но вот за настроенность Даля, его целеустремлённость на достижение конкретного результата, она, конечно, вот сегодня нам в нашей жизни очень часто не хватает его. 53 года из дня в день набирать вот эти 200 тысяч слов, которые являются сегодня украшением нашей библиотеки, украшением нашей жизни, это, конечно, многого стоит. Даля известен не только как составитель толкового словаря живого великорусского языка. Он собрал 37 тысяч русских пословиц, скороговорок и прибауток. После теоретической части, на которой слушатели узнали и малоизвестные факты из жизни писателя, Фёдор Колпаков провёл игру «Угадай значение слова». Такой интерактивный подход особенно оценили школьники. В школе нам преподают, ну, как бы, более-менее аудитории, как бы привычно и по программе, а здесь, как бы, ну, приготовил презентацию, ну, что-то новое, факты какие-то дал. В основном такой род деятельности, он, как бы, идёт не в школьную программу, но, как бы, вот, на что-то более уровень выше. Игра в конце с аудиторией тоже понравилась. Я очень хотела словарь, но его выиграла наша школа. Мы очень ждём, что проведётся в нашей школе такое же мероприятие. 45 минут пролетели незаметно. Восторженный зал взорвался щедрыми аплодисментами. И, кажется, на следующий урок желающих прийти будет значительно больше. Мы вспомнили школу и вспомнили классический урок литературы, который идёт 45 минут, и где 45 минут есть у человека, чтобы рассказать, раскрыть тему. Мы вспомнили этот формат, и он очень удачно лёг вот на то, что мы искали. Это молодёжно-дискуссионный клуб под названием «Урок литературы». Первоначально такие уроки планировалось проводить раз в месяц. Сейчас организаторы подумывают увеличить количество встреч. Уже известно, что темой следующей лекции станет произведение Ивана Ефремова «Туманность Андромеды». Евгений Ракин, Ирина Шумихина, Кирилл Мифонтов, телеканал Юрген, Воркута.